Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об огурцах. Нет, не об этих, которые растут на грядках, а о тех, которые обитают на морском дне. Их еще называют галуториями, а тех, которых употребляют в пищу, называют трепангами. Огурцы обычно стоят менее 3 долларов за килограмм. Однако за морские огурцы придется заплатить более чем 3 тысячи долларов за килограмм. На самом деле они такие ценные, что люди готовы рисковать своей жизнью, лишь бы заполучить их. Морские огурцы довольно необычные существа, которые могут выглядеть по-разному. Большинство из них – это медлительные животные с кожистой оболочкой и мягким цилиндрическим телом. Они являются важными морскими беспозвоночными, которых можно найти во всем мире как на мелководье, так и в глубоких водах океана. Некоторые глубоководные виды активно плавают. Это довольно странные животные. У них нет ни конечностей, ни глаз, но у них есть рот и анус, а также множество органов между ними. Благодаря своим привычкам питания, морские огурцы помогают перерабатывать питательные вещества океана. Они собирают пищу с помощью щупалец, окружающих рот, которых у них от 8 до 30. Но на самом деле щупальца представляют собой модифицированные трубчатые ножки. Некоторые фильтруют пищу из морской воды, а некоторые используют свои щиткообразные рты, чтобы глотать и перерабатывать органический материал из отложений. Они часто оставляют за собой аккуратные ряды экскрементов. У большинства морских огурцов внутренний скелет состоит только из микроскопических косточек, встроенных под кожу. В расслабленном состоянии тело морского огурца гибкое и длинное. Если их потревожить, они могут укоротить и затвердеть свое тело. На первый взгляд морские огурцы кажутся довольно добродушными животными и, казалось бы, они являются легкой добычей для хищников. Недаром на них охотятся многие животные. Однако у большинства из них, несмотря на их кажущуюся беспомощность, выработаны эффективные защитные механизмы. Многие из них используют самый очевидный для таких животных метод защиты – токсин. Большинство видов несут в своих органах токсин под названием глутарин. Некоторые могут даже выделять его через свою кожу, когда они чувствуют угрозу. Этот токсин настолько эффективен для уничтожения мелких животных, особенно рыб, что даже используется рыбаками из индотехоокеанских регионов для охоты на рыбу. Большинство морских огурцов вдобавок обладают абсурдной способностью извергать изо рта внутренние органы, которые выпускаются в окружающую среду. Это явление называется потрошением и предназначено для отвлечения или отпугивания хищников. Каким бы жестоким это ни казалось, такое поведение не убивает морского огурца, потому что они обладают невероятными способностями к самовосстановлению. Они могут быстро регенерировать утраченные органы. Некоторые выпускают липкие нити – трубочки кювьера, чтобы сбить с толку и запутать хищников. Для этого они даже развили специальный орган – так называемые кювьеровы канальцы. Это длинные белые трубочки, прикрепленные к одному или обоим респираторным органам. Если на огурец нападает хищник, он выбрасывает эти липкие, иногда волокнистые токсичные нити из своего ануса. Образовавшаяся сеть из нитей может запутать, обездвижить или даже убить потенциальных хищников, что дает трепангу возможность уползти. Чтобы дышать, у морских огурцов есть внутренняя система разветвленных дыхательных органов. Морская вода втягивается и выбрасывается через серию сокращений. Кислород извлекается из воды, а углекислый газ удаляется из системы трепанга. Хотя у морских огурцов нет мозга, у них есть нервная система. По всему телу проходят пять рядов крупных нервов. Нервы в их коже помогают им чувствовать свет. Вот почему поверхность их тела чувствительна к свету. В зависимости от вида морские огурцы могут вырасти от дюйма до 10 футов или 3 метров в длину. Эти необычные животные на протяжении веков ценились в Азии как деликатес. Самые богатые люди ели их как питательное лакомство с высоким содержанием белка. В 1980-х годах спрос на морские огурцы резко возрос. С ростом среднего класса в Китае все больше людей могли позволить себе такую роскошь. Сегодня галутории обычно сушат и упаковывают в богато украшенные коробки, затем дарят или подают в особых случаях. И чем причудливее и необычнее выглядят эти существа, тем лучше, потому что они стоят дороже. Оказывается, чем шипастее животное, тем выше их цена. Из 1250 различных видов морского огурца первое место в мире занимает японский морской огурец. Его можно представить как мифического драконьего слизня с шипами, торчащими из него. Цена 3,5 тысячи долларов за килограмм делает морской огурец самым дорогим на рынке морепродуктов. По сравнению с ним, галутория Golden Sandfish стоит всего лишь 850 долларов за килограмм, рыба дракон 130 долларов, а рыба карри 430 долларов. В интернет-магазине Amazon за тарелку обычного морского огурца придется заплатить 170 долларов. Помимо внешнего вида, ценителям огурцов больше всего нравится тело галутории, которое приятно жевать и в меньшей степени вкус. Но потребление их гурманами – это лишь только часть их популярности. Оказывается, в морских огурцах содержится на высоком уровне химическое вещество с трудным названием фукозилированный гликозаминогликан. Вещество входит в состав межклеточной ткани и играет важную роль в ионном обмене и иммунных реакциях. На протяжении многих веков люди в Азии использовали кожу галутории для лечения проблем с суставами, например, таких как артрит. Совсем недавно в Европе морские огурцы стали использовать для лечения некоторых видов рака. Они способствуют уменьшению образования тромбов. Таким образом, интерес к морским огурцам расширяется. Прежде всего, увеличился спрос на оригинальный азиатский деликатес, который начался с 1980-х годов, и появился новый интерес со стороны западных фармацевтических компаний. В ответ увеличился лов морских огурцов местных видов. География вылова расширилась от Марокко до США и Папуа-Новой Гвинеи. Все захотели участвовать в мировой торговле морскими огурцами. Это стало распространяться как эпидемия от одной страны к другой. Например, с 1996 по 2011 год количество стран, экспортирующих морские огурцы, увеличилось с 35 до 83. Однако, к сожалению, морские огурцы не выдержали такой натиск. Например, на Юкатане в Мексике дайверы столкнулись с падением добычи на 95%. Это произошло в период с 2012 по 2014 год. Какие же проблемы возникли с выловом морских огурцов? Прежде всего, проблема в том, что чем больше трепангов собирают, тем реже и дороже они становятся. В период с 2011 по 2016 год средние цены во всем мире выросли почти на 17%. И чем реже становятся эти животные, тем глубже опускаются дайверы, чтобы найти их. Такая рыбалка становится опасной. В некоторых странах ловля трепанга проводится без специальной подготовки. Из-за этого в некоторых тропических странах многие люди становятся парализованными из-за декомпрессионной болезни. Известно, что сегодня не менее 40 ныряльщиков с полуострова Юкатан в Мексике погибли, пытаясь собрать морские огурцы. И поскольку спрос продолжает расти, проблема только усугубляется. Из 70 добываемых видов трепангов, 7 считаются видами, находящимися под угрозой исчезновения. Такой агрессивный лов вынуждает закрывать многочисленные промыслы по всему миру, что наносит ущерб местной экономике. Так почему бы в таких условиях не заняться выращиванием морских огурцов в искусственных условиях, а диких оставить в покое. Но это легко сказать и не просто сделать. Дело в том, что множество личинок погибают, не достигнув зрелости, а выжившим требуется от 2 до 6 лет, чтобы достигнуть товарного размера. Тем не менее, выращивание аквакультуры для нескольких видов трепанга начало набирать обороты. Например, как для этого причудливого японского морского огурца. Сегодня выращивание трепанга в Китае исчисляется миллиардами особей. Поэтому есть надежда, что в будущем больше видов будет выращиваться, а не вылавливаться. Это поможет сохранить это причудливое и очаровательное животное. Такой своеобразный в своем роде бизнес можно найти на Мадагаскаре, где в одной из деревень недавно начали разводить этих животных. Морские огурцы находящиеся под угрозой исчезновения, выращивают в специально отведенных и изолированных районах. Это поможет защитить этот важный вид и другие виды морской жизни на юго-западе Мадагаскара. Морские огурцы играют важную роль в очистке морского дна. Считается, что они помогают поддерживать запасы других морских обитателей. В этом регионе от хронического перелова страдают не только морские огурцы, но и другие виды морских обитателей. Хотя это и не самые харизматичные животные, они играют чрезвычайно важную роль в поедании осадка, мелких частиц переваренной пищи, разрушенных бактериальных клеток и других органических материалов. Чтобы уменьшить перелов морских организмов, одна из неправительственных организаций помогла обучить 700 местных рыбаков и женщин мелкомасштабному устойчивому выращиванию морских огурцов. Это означает, что многие местные жители, больше не используют методы, которые способствуют чрезмерному вылову рыбы и морепродуктов в этом регионе. Когда за 5 лет рыбные запасы в регионе удвоились, это убедило местное население еще активнее заняться аквакультурой. В Азии спрос на морские огурцы все увеличивается, так как здесь они ценятся как афродизиаки. Теперь здесь фермеры могут зарабатывать до 50 долларов в месяц, что примерно вдвое больше, чем у обычного рыбака. Хотя это по-прежнему значительно ниже средней мировой заработной платы, но все же это принесло резкое улучшение качества жизни местного населения. Теперь стоит задача увеличить количество аналогичных фермерских хозяйств. Это будет способствовать устранению того огромного ущерба, который нанесен экосистемам по всему океану. У непосвященных может сложиться впечатление, что морской огурец сложно приготовить. Однако на самом деле это очень просто. Правильный способ приготовления трепанга позволит наслаждаться его питательностью и нежностью. Если трепанги заморожены, то вначале их следует разморозить теплой или холодной водой. Лучше, конечно, холодной. После разморожения следует очистить поверхность, особенно брюшную часть. Очищенная часть сразу меняет цвет. Затем нужно очистить трепанг от песка. Если открыть головную часть, то можно увидеть, что в этом месте есть немного песка. Следует убрать его. Теперь он чистый и красивый. Что касается внутри, то здесь все очень чисто. Имеющиеся пять мышц следует промыть холодной водой. Так же они будут выглядеть после приготовления. В зависимости от предпочтений, морские огурцы можно варить вскрытыми или целыми. Трепанг следует положить в кипящую воду и кипятить пять минут. Затем поместить его в вакуумную емкость на четыре часа. Также можно медленно готовить трепанга в течение двух часов. Варить нужно, пока морской огурец не станет мягким, похожим на воск. Трепанг после остывания можно поставить в холодильник. Время хранения обычно 3-5 дней. Вот так он выглядит после варки. Не правда ли симпатично? Это очень вкусно и полезно. Он имеет высокую питательную ценность, которая обеспечивается значительным содержанием белка, кальция и цинка. Различные витамины, такие как витамин А, В2 и В3 обеспечивают низкий уровень холестерина и жира. Наслаждаясь этой вкусной едой, можно не беспокоиться о наборе веса. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!